Эти знаменитости отказались строить новые отношения. Некоторые оставались одни на в 30 лет, но все равно сохранили верность погибшей половинке. Лидия Вертинская Лидия Цергвава стала второй женой Александра Вертинского. Вдовой она осталась в 34-м года. До самой смерти Лидия Владимировна жила в окружении детей и внуков, даже не думая о повторном замужестве. Ее дочери Марианна и Анастасия выросли большими артистками и достойно продолжили династию Вертинских. Ольга Науменко Ольга Науменко сыграла во многих картинах и спектаклях, но публике запомнилась именно как Галя, невеста Женя Лукашина из «Иронии судьбы». Когда актрисе было 27 лет, она вышла замуж за коллегу Александра Скворцова. Они воспитывали долгожданную дочь и не знали, что в середине нулевых Александру поставят страшный диагноз. Когда мужа не стало, Ольге было 64-го года. Не так много, но искать новые отношения она не стала. Светлана Бодрова После трагической смерти мужа, режиссера Сергея Бодрова-младшего, в Кармадонском ущелье Светлана закрылась от всех. Она продолжала работать на телевидении, но все силы направляла в воспитание детей, дочери Ольги и сына Саши. Они практически не давали интервью, не участвовали в телешоу. Замуж Светлана тоже не вышла, хотя осталась вдовой в молодые годы. Владимир Конкин Владимир Конкин женился на дочери своей школьной учительницы. Сначала актер не замечал девушку, а на одной из встреч выпускников он разглядел в ней будущую жену. Со своей Аллой Конкин прожил вместе более 40 лет. Незадолго до смерти женщина сильно поругалась с артистом и ушла от него, забрав троих детей. Несмотря на это, во время ее болезни Владимир ни на шаг не отходил от жены. В 2010-м он остался один, Галина Клинских. Юрий Хой, лидер группы «Сектор Газа», ушел из жизни в возрасте 35 лет. Его единственная жена Галина Клинских осталась с двумя дочками на руках. Ей удалось не только вырастить детей и дать им путевку в достойную жизнь, но и сохранить наследие мужа-музыканта. Валерий Гаркалин Звезда фильмов «Ширли Мерли», «Ландыш Серебристый» и многих других до беспамятства любил свою жену Екатерину. Они были вместе с 1978 по 2009 год, а потом женщина забрала тяжелая болезнь. Сразу после похорон актер объявил, что несмотря на возраст, ему было 55 лет, он не намерен жениться вновь. И обещание исполнил. София Ротару София Ротару каждый год напоминает о годовщине свадьбы с Анатолием Евдокименко. Музыканта не стало в 2002 году, но певица до сих пор по нему тоскует. Артистка не подпускала к себе других мужчин, так как не представляла на месте Анатолия кого-то другого. Элем Климов Создатель леденящей душу картины «Иди и смотри» всю жизнь любил только одну женщину – режиссера Ларису Шипитько. В семье царила гармония, подрастал маленький сын Антон. Однако летом 1979 года Шипитько разбилась по пути на съемочную площадку фильма «Прощание с матерой». Элем предчувствовал трагедию, говорят, он увидел смерть жены во сне. С тех пор Климов жил один, отдавая всего себя только сыну и творчеству. Как он говорил, ни одна другая женщина не способна восполнить утрату его Ларисы.